Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Давайте посмотрим на то, что происходит с рынком нефти. Я снова констатирую уровни 59-57, то есть ниже 60 долларов за баррель, фактически в каком-то болоте котировки, находится уже несколько недель. Хотя новостной фон, как вы все прекрасно знаете, является своего рода пороховым зарядом, который уже привел к мощным волатильным реакциям большинства финансовых активов. Но думаю, что нефть тоже очень скоро раскачается, и мы точно определимся с дальнейшим вектором движения. Главное, чтобы этот вектор был направлен вниз, потому что прежние риски, о которых я говорил и на которых я продолжаю настаивать, это риски замедления темпов роста мировой экономики, они никуда, друзья, не деваются. Сколько мы уже прогнозов от инвестбанков с вами перелопатили, сколько мы видели мрачных сценариев скорой рецессии. Все это действительно так. И есть очень много индикаторов. Один из самых главных – это инверсия кривой доходности. Мы за этой ситуацией следим и вместе с прочими участниками рынка констатируем, что она все больше и больше углубляется. В частности, вчера, кстати, доходность 30-летних бумаг оказалась ниже трехмесячных. Это произошло впервые за последние 12 лет. В общем, если все-таки взаимные новые пошлины вступят в силу, в перспективе ближайших двух месяцев, я имею в виду пошлины США и Китая, то, скорее всего, мировая экономика планомерно продолжит скатываться в пропасть экономической непредсказуемости и неопределенности со всеми вытекающими отсюда последствиями и для нефтянки. Мы говорили с вами про проблемы, с которыми столкнется обрабатывающая промышленность, как это повлияет на стоимости нефти. Все эти риски, друзья, сохраняются. Поэтому сейчас мне не хотелось бы снова говорить о локальных факторах поддержки в виде доклада ОПЕК, в виде того, что на встрече, на саммите во Франции Большой Семерке не обсуждали вопрос снятия санкций с Ирана, что это, в конце концов, может привести к более агрессивным, проактивным действиям Ирана в Армузском проливе. Все это пока что давайте держать про запас. На мой взгляд, пока на рынке, очевидно, господствует негативное настроение, свидетельствующее о том, что в ближайшее время спрос на сырьевые инструменты будет неуклонно снижаться. Я думаю, что лучше потранслировать эту идею тоже. Вчера, кстати, запасы не совпали с теми ожиданиями, которые транслировали мы. Вместо того, чтобы вырасти и тем самым притопить позиции, нефтянки запасы резко снизились на 10 миллионов. Это максимальное снижение с, по-моему, июля месяца. Ну да, серьезная цифра, но пока за нее давайте цепляться не будем. В свете того мощного негатива, который на рынке сохраняется. Доллар иена 105.91. Мы по-прежнему ждем повторного ухода пары. Сначала к опланке 105 и после уже закрепления ниже. Вчера Китай в очередной раз понизил курс юаня. Это вопрос девальвационных войн, которые я люблю сейчас рассматривать. С позиции того, что каждый раз, когда центральные банки предпринимают действия по ослаблению курсов национальных валют и вуалируют это якобы рыночными механизмами, мы прекрасно понимаем, друзья, и будучи реалистами, что это и есть создание искусственных конкурентных преимуществ. Поэтому Штаты и лично Дональда Трампа это безусловно бесит. И каждый раз, когда мы сталкиваемся с ослаблением курса юаня, тут же следуют комментарии Трампа в адрес Джерома Пауэлла о том, сколько можно держать курс доллара дорогим. Поэтому интервенции со стороны Трампа будут и дальше, наверное, подогревать интерес к доллару только с точки зрения продаж. Я уверен, друзья, что мы еще выжмем из этой валютной пары то, что нам нужно. И опять же, если вас не устраивает идея того, что может произойти с долларом в ближайшее время, не забывайте про значительные риски глобальной экономической неопределенности, которые будут поддерживать спрос на защитные активы, такие как иены. Сегодня в 15.30 по московскому времени выйдут данные по ВВП США. Ожидания слабые, с 2.1% до 2%, скорее всего, показатель снизится. И, разумеется, это будет для нас еще одним поводом. В сентябре настраиваться на смещение монетарной политики и снижение ставки Федрезерва. Золото 1542. Здесь только лишь вверх смотрим. Придерживаемся пока сценарий UBS теста сопротивления 1600 долларов за тройскую унцию. Опять же, чем больше и чаще мы сейчас будем возвращаться к теме замедления мирового экономического роста, тем чаще будем употреблять важность подхода агрессивного стимулирования и смещения экономической политики. Это будет ослаблять курсы национальных валют. В принципе, это уже и происходит. Тем самым выпячивать позитивные положительные свойства золота как инструмента, позволяющего хеджироваться от валютных рисков. Евро против доллара 1.10.80. Снижаемся мы третью сессию подряд. Думаю, что до отметки 1.10 точно доберемся уже совсем скоро. Мы видим, как трейдеры сбегают инвестиции в риск. Мы понимаем, что трейдеры готовятся к заседанию, сентябрьскому заседанию Европейского центрального банка и тоже к снижению процентной ставки. И мы видим, как Brexit негативно влияет на евро, особенно после вчерашнего решения Джонсона. Приостановить работу правительства на 5 месяцев фактически можно сказать, что он не даст правительству выйти из летних каникул. Для чего это делается? Для того, чтобы у правительства не было возможности заблокировать прохождение решения Джонсона о жестком Brexit 31 октября. В начале вчерашней торговой сессии я плавно предлагаю перейти к фунту, который сейчас держится на отметке 1.22 и вчера потерял больше 100 пунктов. В начале торговой сессии этот сценарий рассматривался еще в качестве гипотетического, то есть то, что работа правительства может быть приостановлена. Но Джонсон заручился поддержкой королевы и, в принципе, это уже принятое решение. Петиция о том, чтобы не допустить этого, набирает сейчас голоса уже больше 100 тысяч подписей. В принципе, это уже достаточно, чтобы вопрос был рассмотрен правительством, даже в парламенте. Интересная ситуация, кто его будет рассматривать, учитывая то, что Джонсон максимум на несколько дней даст выйти ему с каникул. А потом уже в соответствии с этим распоряжением, которое он имел полное право дать, его работа будет приостановлена. Соответственно, жесткий Brexit сейчас его вероятности как никогда высока. И еще выше сейчас вероятность, друзья, то, что буквально на следующей неделе мы можем увидеть действия оппозиции по выказыванию вотому недоверия Джонсону. Ждем закрепления пары ниже отметки 1.20. Австралия с против доллара 0.67, по-моему, 24. Соответственно, ожидаем мы еще большего снижения. На следующей неделе, 3 сентября, Резервный банк Австралии, скорее всего, понизит процентную ставку. Очень интересную статью я вчера прочитал, то, что если экономический спад Китая продолжится, то Австралия потеряет больше полумиллиона рабочих мест. Это опять же из-за тесных таково-партнерских связей. В общем, мы точно доберемся до цели 0.65 по паре австралийцев против доллара. И доллар-канадец 1.3313. Мы понемногу, друзья, приближаемся к сопротивлению 1.35. Goldman Sachs также рекомендует держать короткие позиции по канадцу, аргументируя свое решение точно так же, как я вам говорил, что вероятность смягчения политики Банком Канады сейчас многие недооценивают. Ну, давайте не повторять эту ошибку. Будем закладываться под это и ждать, что пара сохранит восходящий импульс. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.